Как под копирку, Тюменский Легион провел первые после карантина матчи в чемпионате молодежной хоккейной лиги. Вспышка коронавируса в первых числах октября стоила команде четырех технических поражений и шести перенесенных встреч. Плюс потерянных очков в поединках с кузнецкими медведями, где хозяевам очевидно не хватало утерянных кондиций. Впрочем, они все же заработали два балла во встречах с абсолютно идентичным сценарием. Очевидно, что совсем не растерять форму на самоизоляции невозможно. Помним, как функционально непросто давались первые матчи после изоляции Рубину. Но в характере легионерам не отказать. Рубиться они приняли с первой же смены. Пацаны старались, бились, но еще много надо на работу. То, что мы за месяц упустили, поэтому работа уже в этом направлении ведется. В первом периоде тюменцы вкатывались и вспоминали соревновательные скорости, позволив сопернику нанести почти вдвое больше бросков. Но привычно хорош был голкипер Алексей Щетилин. А на 32-й минуте легионеры вышли вперед. В большинстве свою шестую шайбу в сезоне после передачи Никиты Брютова забросил Жан Якуценя. Просто надо после карантина почувствовать эту игру спокойно. Также работать, реализовывать моменты. Все будет у нас получаться. И будем подниматься все выше, стараться топлиться. Впрочем, Кости быстро отыгрались, также реализовав лишнего. Правда, это взятие ворот арбитры долго отсматривали на видео, искали момент высоко поднятой клюшки. Но в конечном счете признали шайбу легитимной. В третьем периоде игра, очевидно, шла до гола. Он с стараниями вратарей так и не случился. Один балл легион заслужил, но довольствоваться этим не хотел. В овертайме Алексей Щетилин отразил булит, назначенный за фолл при выходе 1 на 1. И затащил команду в серию после матчевых бросков, где единственную попытку из десяти реализовал игрок гостей Никита Щеглов. По самоотдаче и по желанию никаких вопросов нет. Не к нашей команде, я думаю, не к команде соперника. Хороший хоккей сегодня был. Моменты были с той и с другой стороны. Был реально хоккей. Играли в хоккей, это здорово. На второй матч тюменцы вошли с твердым настроем на реванш, что вылилось в активное начало увенчавшейся заброшенной шайбой. Егор Егоров от борта зрячий выдал передачу Кириллу Абрамову, который грамотно разобрался с вратарем. Но, как и в первой встрече, не успели тюменцы как следует порадоваться, как счет вновь стал равным. Слава мой проход Кирилла Шумилова по центру зоны легионеры должным вниманием не удостоили. Дальше снова атаковали хозяева. Но до перерыва счет не изменился. Однако 12 бросков в створ за 20 минут показывали, что они уже на пути к набору былой формы после карантина. В каких-то моментах тогда было немного тяжело, но сейчас потихонечку будем восстанавливаться, тренироваться и входить в нашу физическую форму, которую начинали. Не было заброшенных шайб и во втором отрезке, в котором уже гости вдвое перебросали тюменцев. Как и днем ранее, все должна была решить концовка, а как и днем ранее, ничего она не решила. В третьем отрезке команды очевидно осторожничали, а в овертайме вообще ни разу не бросили по воротам. Даром, что играли в формате 3 на 3. Как итог, сильнейшего снова определяли булиты. Ну, я все-таки считаю, что это не лотерея. Тут на первый план выходит психология и вратаря, и игрока, который исполняет. Это, наверное, мастерство и психология. Чтобы дежавю стало совсем полным, после матча в бросках опять победили гости. Более того, вновь был реализован лишь один из десятка булитов. Петр Пискунов стал тем счастливчиком, кто принес победу Новокузнецкому клубу. Не, ну, изначально, конечно, у меня задумка была немного другая, но вот по ситуации вратарь большой, сложно его раскачать. Начал сторону убирать, там немного повезло. Следующие матчи Тюменский легион проведет также дома. 4 и 5 ноября команда Рустама Камалова примет сибирских снайперов из Новосибирска.